про времени суток господа ну вот сказали жузбекам наложить в ковш камней смотреть как наложили как ехать 500 метров по кочкам если все это попадает что за люди ебаные кабастос на хуя все пробуем заводиться на прошприцеваться ну что все вчера были жесткие нагрузки и смазку повыдавливала задача камешки и и и и и и ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну вот, это вчерашний камень. Вот такой вот он. Как вам? Маленький, наверное, кажется. Вперед он вот такой вот. Больше трактора по ширине. Какая у него масса, я не знаю. Сейчас звонили строители, с которым на Снежной работал. Говорят, что у тебя как? Я говорю, ну как, что, занято все, как? Блин, приедь к нам, здесь на ДНП-кола. Ну, два часа, ну, хотя бы на час. Я говорю, ну, блин, как я, говорю, людей что ли, пошлю? Я же работаю тут вот с людьми. Ну, не знаю, как. Я говорю, ну, давай, говорит, нафиг, пофиг. Два часа работаешь, за три плачу. Только приедь. У нас, говорит, вообще кто стоит? Я говорю, даже людей еще не отпустил, потому что, ну, нету, никак. Без трактора ничего не сделать. Ну, вот, я говорю, ну, слушай, как бы я могу, вот так, говорю, летом я и делал, говорю, работаю. Человек звонит, вот, приедь ко мне. Я говорю, а мне смысл тебе ехать, если я по 2200 и так работаю? Я говорю, 2500 поеду. Человек говорит, да, все, без проблем. Говорит, не вопрос, 2500 час вообще без проблем, давай. Ну, потому что, смотрите, он хотел, за три часа готов был, да, мне заплатить по 2200, это 6600. То есть, понятно, да? А получается, что по 2500 два часа, это 5 рублей. То есть, ну, вот, 1600, а я как бы не хочу на елку, это нафиг. И это, я говорю, я понимаю, что я вам, ну, короче, я ему сказал по 2500, не за три часа, как он готов был оплатить. Ну, все-таки надо как-то иметь чуть-чуть, там, эту, какие-то совесть, да, и все, скажу. Я говорю, я не могу просто пойми, что, говорю, а что я другим-то скажу, что я уехал, поеду с тобой, я же людям пообещал, говорю. Понятное дело, что, говорю, тройка такая херня, говорю, что, ну, вы говорите одно, а потом сами, то ПГС у вас нету, и это, говорю. Ну, говорю, все равно какие-то надо понятия, как бы иметь, какие-то рамки должны быть определенные. Что делать, что не делать, наебать, наебать, короче, вот такая фигня. Ну, я ему пообещал, что здесь-то, естественно, работаю с 12, сейчас с 2, как приеду. Вот, эти меня тоже напрягают, давай, давай, у нас, вот, скорость, нет, надо сделать, надо сделать. Блин, ну, всем надо, ну, всем надо. Я вам уже не говорю, он сейчас шприцевал, не мог прошприцевать одно отверстие, говорю, вот не могу прошприцевать одну дырку. Я говорю, понимаешь, говорю, я сейчас не прошприцую и встряну на бабло, блядь, я неделю буду стоять опять. Поворот ковша не мог прошприцевать. Ну, образно говоря, я в прошлый раз, говорю, неделю простоял и потерял денег. Представляешь, сколько? Ну, да, тысяч пятьдесят. Я говорю, какие пятьдесят? Сотел, это точно я потерял, говорю, тогда, из-за того, что я поленился прошприцевать, и у меня провернуло втулку. Я, конечно, хотел сделать, как на Нью-Холланде, вот, чтобы шприцевалось через палец, можно было так сделать. Но я уже просто решил конкретно снять каретку и все футки заменить. Ну, типа, время пришло, да? Так что, вот, домик они из СИП-панели собирают. Так быстро все, да? Ну, это у нас СИП-панели, нормально, ничего там. Кто там, я где-то там на югах. Да там крысы, мыши, за... Да хуй знает, какие крысы, мыши, все заебись, блядь. Хватит хуйню городить, блядь. Крысы, мыши, блядь. Сами вы крысы, мыши, блядь. Кто такую хуйню несет, блядь. Ничего у нас нету, никаких крыс, никаких мышей, блядь. Ничего там не заводится. И сегодня звонили опять, другие на стройку приглашают в детский садик, там что-то реконструкция. И как бы украшивали меня приехать. Ну, приедь, там вот надо, там надолго работы. Ну, видать, типа, приезжают трактористы, операторы такие, ну... Ну, неопытные, может, непонимающие, что делают. Ну, смысл еще в том, что им нужно... Как объяснить? Им нужен трактор, чтобы он у них был всегда под рукой. То есть ты берешь объект, и ты взял трактор, да? И он должен тебе там каждый день, грубо говоря, приехать. А где ты возьмешь такой трактор, который каждый день приедет? Таких тракторов нету. То есть нету. Трактор сегодня здесь, завтра там. Понимаете? То есть им нужен всегда подручный трактор, чтобы он был. Вот приглашает меня надолго. Ну, блин, я не могу туда сейчас поехать. Хотя мне это выгоднее даже. Трактор стоит там, да? И на стройке не очень такая работа. Как бы в основном она не очень такая быстрая, шустрая. То есть там есть вату покатать можно, да? Ну, как бы я же не брошу здесь местность. Другой звонил тоже на завтра. Договорились там 20-30 минут ему подровнять. То есть вот как-то завтра придется вставать с утра. Не из-за того, чтобы заработать больше денег, а ну что, просто помочь людям. То есть люди попросили и упросили, чтобы я это сделал. Людям надо помогать. То есть у них контракты тоже, неустойки и все остальное, да? Ну и деньги как бы эти... Я не скажу, что они мне там нужны. Он же мне там миллион платит, да? И он же мне там не дает деньги в долг на трактор. И он мне не родственник. Но как бы... Лишняя сотка не помешает, я думаю, на зиму. Потому что я сейчас хочу кое-что приобрести. И из техники недвижимость. Вот как бы... Вроде как все договорились. Но не знаю, как это все будет выглядеть. Получится, не получится. Ну, как говорится, не говори гоп, пока не перепрыгнешь. Поэтому... Поэтому пока как-то так. Дураку просто надо было, когда лежало, 500 тысяч. Надо было купить евро. Нормально, по 7,8. А сейчас по 92 продать. Вот, считай, с пятерки евро сотка заработка. А я... Олень. Не купил еврики. Там осталось у меня, конечно, 300 тысяч от этих пятисотки. То есть, болташка, отпуск. 160 там, или чем-то тысяч я заплатил. За то, что у меня налоги были не выплачены. За машины, там, штрафы. Богои. То есть, вот 300 тонн оставалось. Я себе сразу на все эти суммы... Что у меня было? Без толку валялись 350. Купилку сразу еврики. Вот, считай, на 350 это, грубо говоря, была четверка евро. Ну, 3... 3,700. Ну, читай. 8 искалов я проебал на ровном месте. Не знаю, как вы там... В рубликах, наверное, храните деньги. Блядь, в нашей стране нельзя ничего хранить в рублях. Только в валюте. Как раньше, помните в СССР. Там, ремонт двигателя 200 баксов там был, стоил тогда. Там, ремонт того, сотка баков там. Все, вот все было в долларах. Потом все в рубли перешло, и люди сейчас просто, блядь, бедствуют от этих рублей. Стены стягиваем веревкой, очковая шибана. Здесь стрелула эта веревка. Ну, а хоть, чтобы она меня уебала пройдя. Что, следующее задание... ...уничтожить этот холдик, стереть сердца от земли. Вот этот холдик. Уничтожить этот холдик. Альфа-мастер. Альфа-мастер. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Трудия. Продолжение следует... 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 Тем более копать, когда экскаватор на установку посередине, как мы ее из этих, выглядывать по сторонам, но это, блядь, конечно, это... Трень полная, по сторонам глядеть, блядь, в установке подглядывать, как будто из-за угла, но я не знаю, зачем это вообще делать, установку посередине... Не вижу смысла, а сейчас... Профессионалы, твою мать! Видео выкладываю. Пошел к чему учить. Учитель. Сань, ну что, хватает глубины? Все нормально, да? А зачем к концу-то углубляться, объясни мне? Да, зачем? Так у тебя уклон здесь и так, блядь, дороги идет. Если бы у тебя был горизонт, тогда заглубляться надо. А смысл, если у тебя скат туда идет один, блядь, ты хоть здесь начни, блядь, это 50, а там сделаю 31, блядь, будет течь, потому что туда уклон идет. Мы же вниз спускаемся. Да, да, да. Вот так вот это ковш самое, блядь, ну такое, плюс-минус, как камни будут идти, и все. Что? Ну так ты возьми, замер. Ковш 60, плюс-минус там по 5 еще. А глубину? Так возьми рулетку-то, замер. Вот в этом положении должно быть 70 высота. Все нормально или глубоко? Слушай, вот так и делаем. Я понял. Чтобы не ебаться, конечно. На моем пути возник камень. Поворотом камня высоты больше сил, чем стрелкой. Вот так ты здесь ровно выкопаешь. Зачем мне это? 30-й ковш без душа. У меня был 30-й, я купил своим пятам. У тебя его. Не надо. Они не по часовую работают, а они работают ДК. Сдельно. То есть, у них самослава, у них все. Вот. И им нужен он, потому что у них как бы издельная работа. Чем быстрее они победят, тем выкопают. Правильно? А мне вот дельная вообще ночь. Я не копаю, там длина, где они работают. А я работаю, где вот всегда вот такая вот почва. И я пробовал три раза копать этим ковшом, да. Но я, короче, его не понял на хрена. Он обосрал свой ковш. Ковшная даже. Мое мнение, он просто не нужен. Этот ковш. Это просто не о чем. Этот тридцатый ковш. Мне он не понравился. Там он не может брать этот тридцатый ковш. Ни хрена ей. Не может он. Короче, продал я ему за двадцатку его. Я брал за двадцать. И где-то пятерка, да. Доставка была. Мы попросили покопать на денёк. А потом говорят, что хочешь продать? Я говорю, да, в принципе, забирайте, что он мне не нужен. А что куда у меня? Один раз у меня только под заказ спрашивали этот ковш. Один раз. Её даже и быстросём не нужно. На хрен я его куплю. Быстросъём. Быстросъёмы бушные, блянь, не покупайте. Они геморройные. Потому что, в чём приходит? В чём суть быстросъёма бушного? Разбиваются эти посадочные. Сама палец, на который защёлка держится. И всё. И бороданы. И хрена себе не сделают. Оно бочкообразно разбивает и овалом. И потом, срочи, получается, если врать быстросъём, то врать новый. И ушный. Нету смысла. Он даже с виду будет как новый. Будет разбито само. И зацеп под палец передний. Вот этот вот. И будет разбито. Он болтается наконец-то. И всё разбито. Бельстросъём такая вещь. Вот он отработал своё какое-то время. И всё. Всё. Передок, считай, здесь. Вот кусок на него прям сыпется опять. В этот палец. Как в карман вкладывается. И всё. И никак не защитишь. Толша от песка от этого. Я видел там один брызговик такой ставил. Ну да. Как бы он что-то спасает какую-то. Функцию он выполняет этот брызговик. В принципе. Ну, по большому счёту. Это такая вещь. Что она рассчитана на данную. Грубо говоря. Определённую. Столическую стратегию. Тянутся. Вот оно. Как ей служит. Ты его. Принто его. Продлишь ему срок. Уже опять потемнело. И опять же всё. Всё. Ой. Зима скоро. Всё. Теперь не всегда так сильно. Просто всегда. Круглые сутки. Чуть-чуть расцветёт. Будет пошли нудно. Нужно бежать света. Потом всё опять. Полярная ночь. Полярный день кончился. Белая ночь как в Питере. А полярный день. Совершенно другая канитель. Сейчас будет полярная ночь. Хоть. Хоть утра вставая на работу. Хоть. Хоть. Утра вставая на работу. После обеда. Как я. Ты хер. Будешь спать. Мат работать. Не. Какие-то. До двух. До двух. До двух. Так что всё. Более-менее. Видимо. А потом всё уже. А в январе вообще-то уже на час будет расцветать наверное. В январе работает толком не будет. В принципе если какие-то магазины убирать снег. Там подсветка практически у всех магазинов есть. Да и ты же не планируешь. А снег просто счищает. Ну и ничего такого. Можно и в подьмах работать. В паре светят. Снег отражает. Свет. Всё нормально. Ну. Это сейчас всё чуть-чуть. Чёрная. Земля чёрная. Тихрена. Не видать. Тихрена. А зимой-то чёсь нет. Хирачит. Всё. Ну всё. Белое-белое. Там вообще. Видимость идеальна. Самая плохая видимость это вот сейчас когда дождь. Всё. Чёрное. У нас даже раньше никто не любил что-то белые машины не любил. Ну и так снега до хера. И холодильник конечно. Узывали. Делое. Пошёл. Кто типа холодильник себе купил. Ну да. Тихо. Вот. Зима блядь. Уже всё. Зима не за горами. Бойтесь зимы да. Как там. Халкорство отродок. С СТС. Чувак. Камень на камне. Ровно траншеи здесь всё равно не прокопаешься. А надобность какая в этой ровной траншеи? Ты чё тут? Рельсы даже и то ложат потом неровно. А потом приезжает специальный пояс. Я раз работал с такими. Он рельсы гнёт. Выгибает. Наклоны делает. Вверх вниз поднимает. Уже готовые. Пуча. Там столько гидродомкратов выезжает из под него. Я офигел когда убил. Он вибрирует всё. Поднимает рельсы. Опускает. Сгибает блядь. Передвигает. Там конечно дури блядь. Просто в этой установке. Вообще пипец. Я представляю стоимость этого пояса. А я им же делал. У них слишком много щебня было насыпано на шпалы. Я ездил по путям. По этим. Загребал оттуда. Где-то во много щебня. Короче. Такая работёнка. Едешь-едешь. Берег в болты. Хуяк хорошо. Сейчас звонил. Файна и Украина. Говорит. Говорит. Ну чё там на завтра? Я говорю. Ничего занято. Я говорю. Ну работаю. Я говорю. По 2500 уже даю. Он говорит. 2600 даю. Гиппингую. Гиппингую. 2600 даю. Я говорю. Блин. Да я уже пообещал. Говорит. Как я поеду? Вот. Ну короче. Вот такие вот дела у меня. Происпольные. 2600 я даю. Гиппингую. Ну вот. Что-то сказал. Я не знаю. Говорит. Надо мне на следующий год покупать свой трактор. Файна и Украина. Говорит. Ну да. Он в этом году стоит трактор. Сейчас вот в Веренерии продаётся. 2300. Ну мой. Ну как знакомый. Я знаю кто продаёт. Продаёт. 2300. И вот Ньюхол на... Веренерии они же на рамы колёса у нас. Они же с ошельённой рамой. Всё. С вископом, щелестом. И вот Ньюхол у нас в городе как есть. 115-й. На равных колёсах. Ну тут вроде бы неотправляемые якобы. Люди предсказали, что это в Ваниле. Чё-то основание. Якобы его сейчас расходят. Просто я думаю, что он был бы ровный. И его будет заодно закрали за 2,5 вольта. Потому что сортухифра это хорошая. На равных колёсах. Такая цифра вообще какая-то хорошее дело. На равных колёсах. На равных колёсах. На равных колёсах. Хочется его рвать. Ну, газом конечно накрысячил. Смазал и вот как гал. Сыщает. Скидывает газ. Натряска чесётся и плеча. Ну вот так окно. Здесь он представился. Здесь он уделял arbetsomoактика киньораз и南 Ц mechanism. Удох стремление, вроде объяснений. Смерть еле храня на серве. Сколько шла который будет еще и 7 дней? Я не знаю. Потому что сортух sure приемлет. Ну, я даже бумажный, все поднимется, все, курсы завязаны. То есть, новый 100 тысяч долларов стоит, правильно? Ну, считайте, сейчас 100 тысяч долларов по новому курсу, это уже 7800. То есть, было 7200 по 72 курса, и сейчас 7800. То есть, уже в частности, все равно приходят на границу, они таможица. Тарстаможка идет в долларах. Вот перекомплектующие, они привязаны к курсу. Поэтому я даже не представляю, что в следующий год будет трактор стоять. Чем дороже трактор, тем лучше. Меньше людей его кушают. Путно стоит 10 мультов. Кто успел купить, или у кого есть возможное, значит, подкупил. А если каждый будет иметь для себя как UMZ, типа, или МТЖ, то у каждого будет во дворе стоять. Потому что UMZ стоит, грубо говоря, 200 тысяч. Ну, так что, в принципе, лучше пускай он дороже стоит, меньше конкуренции будет. То есть, не каждый может купить за такие деньги технику. Но у всех есть такое бабло. Тогда кредит, просто надо зачем-то думать. Столько его будешь новой покупать. Так что, пускай лучше все стоит космических денег. Меньше конкуренции. Значить цены будут больше, услуги. А то сейчас все узбеки понакупают у нас здесь трактора. Вот у меня хотели, эти мои узбеки, которые бокс арендует. Теперь забор делают. Надо трактор покупать. Надо трактор. Там, другую из них продавал Камацу. Два хотел, по-моему. Они его не купили. Я говорю, ну все равно, можно было за миллион восемьсот покупать по-любому. Потому что, не как обычно, по-братски бы. Типа, денежки там, часть сразу, часть потом. Ну, короче, не купили его, этот Камацу. И он его продал, этот Камацу. Он уехал в Архангель, сказать, Камацу.